Дорогие друзья, вновь с вами Караска-библиотека имени Якова Ивановича Березникова. Это Даборы, 5-й микрорайон. Сегодня я хочу представить вам двух Владимиров. Владимир Хоботов, может кому-то вам он и знакомый известен. Володя у нас самое главное отметить, он самый молодой краевед нашего города. Ну вот, насколько знаем мы, библиотекарь, это очень ценно в наше время, потому что он изучает историю края нашего и рассказывает ее, знает хорошо. Володя пишет стихи. Сегодня вот его честь у нас будет творческий вечер. И к тому же он любитель фотографов. Пока могу сказать, что любитель, потому что профессиональный фотограф, он должен, наверное, обучиться этому ремеслу. Володя обучается самостоятельно. Второй человек, который с нами сегодня, это Владимир Луковников. Он тоже известен некоторым из вас, если кто не первый раз у нас на встрече. Владимир у нас по профессии художник, автор-исполнитель. Теперь участник клуба авторской песни Барты, компания, которая на базе нашей библиотеки работает. Володя к нам прибыл из Варьополя. Это уже два года. Нет, второй год. Ну, второй год уже. С нами, с клубом авторской песни, он практически начал работать тоже сразу. В Мариуполе он был руководителем клуба, тоже авторской песни. Клуб назывался Юго-Восток. То есть, сегодня ребята построили программу свою сами. Это будут стихи, песни. Владимир о себе расскажет. Второй Владимир тоже немножко о себе расскажет. Спасибо. Павел, не начнем, так что в ряду передача. Вот, в первую очередь, ну, я не могу сказать. Ну, надо же не нам что о себе рассказать. Уже, как бы, Лидия Анатольевна все сказала. И, наверное, и начнем. Саша. Ну, я попробую. Хорошо. Ну, я помимо. Я вообще стихами не очень увлекаюсь. Больше прозой. Как хорошо на свете жить. И как отрадно понимать, что жизнь не надо дорожить. И благодарно принимать. Какой бы ни была она, крутой, дождливой, грозовой, запомни, жизнь дана одна. Никто не даст тебе другой. Или еще поделите. Поделите мир на две части. На плохое и на хорошее. Что на крыльях уносит к счастью. И что стало тяжелой ношей. Поделите мир на две части. На вам нужное и ненужное. Что мелькнет, как вновение от счастья. А что станет, как верный суженный. Поделите мир на две части. На все личное и неличное. Что коснется собственной кучи, что не тронет и что обычное. Поделите мир на две части, на свое и на чье-то чужое, Что не станет своим и в радости, что и в горе да боле родное. Как хорошо, как хорошо, что я не одинок. Ко мне под утро прилетают птицы, чтобы в моих объятиях раствориться. Садятся в перемешку на порог. Как хорошо, что я не одинок. Как хорошо, что я не одинок. И каждый день окно с надеждой открывают. Я представляю, как весенним утром мая протянет ветку мне сиреневый цветок. Как хорошо, что я не одинок. Как хорошо, что я не одинок. Ведь мне давно уже будильника не надо. Я просыпаюсь под кружение звездопада и повторяю, глядя в потолок. Как хорошо, что я не одинок. И хорошо, что все пока не так. Как мне мечталось, представлялось и хотелось. Но если песня не сложилась и не спелась, Еще не поздно сделать верный шаг. Как хорошо, что все пока не так. И в этих мыслях я не одинок. Мы все мечтаем о прекрасном и высоком. И если вдруг однажды станет одиноко, Я говорю тебе, что я не одинок. Как хорошо, что я не одинок. Ну и, наверное, маленько сменим тему, Наверное, любовную такую. Вторая роль. Звуки музыки сорвали покой. Стрелки медленнее пошли на часах. Для нее он самый главный герой. На вторых заметных слабо ролях. Кульминация, последний сюжет. Свет погашен, безучастен швейцар. И она в хромашек белых букет Ему бросит, когда он упал. Опустеет переполненный зал. Сцена меньше сразу стала на вид. Эту роль он вдохновенно сыграл. Как обычно, в конце был убит. А сегодня, правда, как никогда Он хотел остаться все же живым. Потому ли, что была рядом та, Что звала его у миром своим. А в гримерной через час отходня Получилось вечер прожить не зря. Размечтался, как последний дурак, Что сыграет для нее короля. Я где-то видел твое лицо. Я где-то видел твое лицо. Быть может, в сладком, глубоком сне. Или мелькнуло в толпе оно На остановке в моем окне. Или в ресторане полупустом. Танцуя, ты подмигнула мне. Потом исчезла с кем-то вдвоем, А я остался сидеть в тишине. А может, это было в соседнем дворе. Я шел, и ты улыбнулась мне. Смешная челка до плеч коса, И я влюбился в твои глаза. А может, это было весной. Я нес букет и увлекшись им. Вдруг, не заметив, столкнулся с тобой, И ты пронзила взглядом своим. Или в пустыне жаркой, сухой, Я замерзал один без любви. Ты провела по губам рукой И прошептала, живи и жди. Я где-то видел твое лицо, Журналом, вот усмехалась ты. Да нет же, осень, лужа, крыльцо Ты попросила перенести. О, боже, боже, какой дурак На конференции по городам. Стояла рядом какой-то шаг. Я тоже был этим летом там. И все же это было в соседнем дворе. Я шел, и ты улыбнулась мне. Смешная челка, да плеч коса. И я влюбился в твои глаза. Смешная челка, да плеч коса. Смешная челка, да плеч коса. Ночных разговоров. Смешная челка, да плеч коса. Смешная челка, да плеч коса. И таранка, ну как раньше, Чтоб размякла по столу. Сразу трое прибежало снизу. И давай гузить. Уже так нам прожужжали. Мне хотелось их убить. Под столом потом сидели, набросавшие одеял. Братана все время дернул, Чтоб зубами не стучал. Раз приехал с магазина, Кое-что там прикупил, Хлопнул дверью, И багажник сверху силами прикрыл. Кто-то позвонил, И сразу понаехало вокруг. Три пожарных, полицаи, Скорая окринчалась вдруг. И машинами своими Перекрыли весь квартал. Тот, что всех сюда их вызвал, За углом, за углом смотрел, стоял. Что сиренами гудели, Это значит ничего. А что я багажник хлопнул, Это значит ого-го. А однажды приболел я, Кашель на меня напал. По подъезду в воскресенье Целый день сновал, чихал. А потом по мне на утро Собирался весь народ. А сосед юриста вызвал, Спасим кашель не дает. Нет бы, чтобы как у нас подумать, Человеку как помочь, Что его тут придавило. Нет, давай его толочь. Я, конечно, тоже правда, За святую тишину. Вот зачем тогда мне уши, Хоть убейте, не пойму. Я потом уже сначала Лишь к подъезду подхожу, Рот ладошкой закрываю И наверх стрелой лечу. Дверь тихонечко закрою И с разбегу на кровать. Под подушкой разрешаю От души себе чихать, Что у нас собаки всюду лаят, Ганят не стукнуть, А простому человеку Негде даже и дыхнуть. Говорят, что люди не бессмертны, Только о великих помнят все. Мне хотелось, чтобы в толпе Несмертной люди не забыли Обо мне. Это не желание стать великим, Не тщеславие и не зависть нет. Я хочу без пафоса и крика Вечно жить и вечно видеть среду. Что бы сделать, да пока не знаю, Разве можно это предсказать? Я хочу любовь к родному краю И любовь к прекрасному отдать. Велика ли жизнь у человека? Начал жить и смотришь, его нет. Мало мне прожить всего полвека. Я хочу хотя бы сотню лет. Спасибо. Я хочу сказать, что во первых встречах Спасибо Владимиру и Библиотеки Педя, что они пригласили меня Поучаствовать в этом, в вашей встрече, Потому что в первую очередь Это встреча с вами, Володей. Я хочу сказать, что Великолепный, талантливый человек, Я с ним познакомился в том году И обратил внимание именно фотографии. Потому что я как поэт, Я больше не знал, но фотографии, Я на него присообрати внимание, Очень великолепные пейзажные фотографии. Все равно как, Высли как художник. И поэтому Очень благодарю. Ну а немножко, чтобы заполнить паузы, Которые, Как говорится, поэтам очень всегда, Иногда бывает сложно Работать со мной, Стою, потому что Спою пару песен, И обычно начинаю с одной, Кто уже услышал мои песни, Может вспомнить, Ну а Я всегда начинаю концерт с одной песни, Которая была посвящена моим городом, Которая была посвящена моим городом, Как будто бы и ваш теперь город, И наш теперь вместе с вами, По нитамному печалью, Светя влюблено, А то он живет на потом, И осень еще не спешит, Мой город и ласковый, И небольшой, Земля раздает, Все, что за это уберегла, И я вдруг, На нем мою песню писать, О любви неземную, Земля раздает, Все, что за это уберегла, И я вдруг, На нем мою песню писать, О любви неземную, Октябрь разысует боль в адыске, Гуашью своей, И солнце еще баврей, Мой маленький потворец, И небо украсится, Клином поднявшись, Крым из журавлей, И дымом печных, В дорогу проводит, Мой грохотный домик, И небо украсится, Клином поднявшись, Крым из журавлей, И дымом печных, В дорогу проводит, Мой грохотный домик, В ноябре, Заразит оконный рак, С холодным дождем, И печь завздыхает, От жара угля, И боленье у березы, Но время придет, И наполнится врасовским, Вечным холстом, Что снова вернутся врачи, Когда все отрютуют морозы, Но время придет, И наполнится врасовским, Вечным холстом, Что снова вернутся врачи, Когда все отрютуют морозы, Паритвам печали, В сентябре, Отложили на потолки, Ну, и так как я, Когда я смотрю поля, У нас там свои поля, конечно, Но я вижу, что дикое поле, И поэтому, естественно, Без казачьих песен, Не обходили всякие песни, Которые я пою, Это авторские песни, Очень понятно. Испомните их голос. Радовый мир Должен твой ночь, И я убегу, За любимую ночь, И я обойду, И я плечи стану, И не убеду, Должен твой ночь, И я по нему, И я плечи стану, И не убеду, Должен твой ночь, А поутру, Соткниг свечи с меня, И моего, И не дождавший сканя, Двинет в поход, Свой удалый народ, И догоняй, Сколько только светет, Двинет в поход, Свой удалый народ, И не догоняй, Сколько только светет, Сколько понежит, Гальба не дужит, Главу все нужно по петла жить, Ветры спают, Полный бедную нам, И разнесут, Эту лискобыля, Ветры спают, Полный бедную нам, И разнесут, Эту лискобыля, Гором войдет, Если только найдет, Быстро река, На Панеру края! А вейн народ, Корю крючка ждет, Но не беда, Если вертета! Вейн народ, Корю讲 ждет, Но не беда, Если вертета! А вы в меду перенеси на коз, Сын уведет вновь соседскую дочь. Мальчик пожурит, сад он забрится, Но в реки снова крыться сердца. Мальчик пожурит, сад он забрится, Но в реки снова крыться сердца. Мальчик пожурит, сад он забрится, Сад он забрится, Сад он забрится. Мальчик пожурит, сад он забрится, Сад он забрится, Сад он забрится. Мальчик пожурит, сад он забрится, Сад он забрится, Сад он забрится. Мальчик пожурит, сад он забрится, Сад он забрится. Мальчик пожурит, сад он забрится, Сад он забрится, Сад он забрится. Мальчик пожурит, сад он забрится, Сад он забрится, Сад он забрится, Сад он забрится. Говорят, бывают в жизни злые шутки, но о чем я думал и куда смотрел, так спешил, что видно тронулся раздутком, и в ее машину, не подумав, сел. Не было печали, черти накачали, и слова застыли в горле, е-мое, для кого-то видно, правила писали, для кого-то, но не для нее, а у нее прическа офигеть, а у нее мобильник просто умереть не встать, и может быть дешевле правда было умереть, чем так вот изливаясь ежиков прожать, а у нее такие стильные очки, и ногти гелио, и серьга торчит в кубке, Вот только памперсы возить, на всякий случай, не мешало в бардачке, а она курила, а она болтала, подводила брови, губы и глаза, даже смски за рулем писала, а я искал ногами, типа тормоза, все ей было пофиг, слева или справа, я ногами коврик судорожно роптал, все вокруг шугались, думали подставой, это не подстава, это я попал. Я услышал немного выкриков в догонку, и все больше с мягким знаком на конце, и пустую пачку я в ладонях комкал, скрыть пытаясь ужас на своем лице, а когда водитель встречного трамвая уступил дорогу, палец показал, Как она кричала, сколько негодяев, накупили идиоты прав, кресло пассажира мне казалось дымой, но у каждой пытки должен быть конец, кончилась поездка, я сказал спасибо, вышел, хлопнул дверью и выдохнул, ну все, Я про этот подвиг долго помнить буду, и однажды внукам расскажу о том, что на этом свете есть такое чудо, есть восьмое чудо, в юбке за рулем. Купил букет живых гвоздик, стою на остановке, и там уже в конец замерз, гляжу, идет трамвай, и вот меня нарядного с гвоздиками в обновке, подняли и впихнули в вагон под дружный лай. Скрепучий женский голос заорал, закройте дверь, меня всего прижали с перегаром к мужику, закрыл я нос гвоздиками, и лишь тогда поверил, что не умру, но тут почуял боль в своем боку. Уперлась в мое тело какая-то заража, я вроде трепыхаться, тот там сзади твою мать, рукой пощупал, вот тяна, хомут от унитаза, и кто-то справа ухом мне наладился чихать. Я кое-как нашел себя, немного успокоился, хотел достать талончик, но в карманы не попасть, тут этот с перегаром на плечо мою пристроился, но так дыхнул, что хорошо, что некуда упасть. Какая-то гражданка на любимой мозоли поставила свой валенок, притихла и стоит, когда терпение кончилось, я заорал от боли, впервые, нецензурно, ну да бог меня прости. Очнулся тот, что на плече с тяжелым перегаром, и на меня уставился глазами хомяка, и заорал стихи, скажи-ка, дядя ведь не даром, Москва спаленная пожаром, французам вилы под бока. Ну вроде бы живой, словно в бане с легким паром, на выход пробираюсь, чертыхаясь, как по духу, ближу, за мною следом этот дядя с перегаром, я что-то испугался, решил на следующий сойду. И все же я доехал, как и сам того не знаю, каким-то чудом не поймут, берег я свой букет, помятый и обруганный, слезая с трамвая, и тут меня как омуха. Мужчина, ваш билет. Я очумело лазал по своим пустым карманам, но так и не нашел я свой проклятый кошелек, отдав букет за место штрафа, свиреком этим дамам, и от ближайшей лавки еле ноги давало. Не помню, сколько я сидел над ломленным кошмаром, который я в трамвае, пока ехал, пережил, но самое смешное, встретил дядю с перегаром, и он меня узнал и на халяву попоил. Теперь один, откинувшись на мягкие подушки, с гвоздиками бордовыми, лечу в своей люси, а вам, мужик, и совет, когда намылитесь, подружки, вы в трамвай-то не садитесь, а езжайте на такси. Вот и замело, да здравствуй, зимушка, и румянец добровей, ты до холодов еще подсыпь снежка, не скупись и не жалей, белыми сугробами укрой поля. Да не губи, а зимы, пусть поспит родимая матушка земля. На русский простор ветра снега несут, прояснит мороз придет, в соболиной шубе девичью красу спрячет, но не украдет. В глубинных санях везут нарядную, зимушку опрятную, девицу приятную, необмятую. Ну и такой, да, ты, опять, любовные велики. Твой номер постоянно занят, я набираю вновь и вновь, с кем ты болтаешь, моя Аня, уж закипает в жилах кровь. За сигаретой сигарета, за рюмкой рюмка коньяка, смотрю, узнаю, в чем тут дело, тебя прибью наверняка. А может, эта злая твоя мама меня не хочет признавать, путь телефонного обмана избрала, чтоб не досаждать. А может, вдруг опять вернулась твоя проклятая любовь, и от меня-то отвернулась, чтоб к Ваське повернуться вновь. И вдруг явилась мыслишка, как застарелый анекдот. Достал я записную книжку, я ж номер набирал не тот. Познакомился однажды в интернете, я с красивой девчонкой одной, но живет как будто на другой планете, 8 тысяч километров по прямой. Написала мне, люблю тебя и точка, я спросил, а как же встретимся с тобой? Здесь у нас уже весна, набухли почки, а у вас еще морозы, ой-ой-ой. И писали мы полгода обещания, что друг друга не забудем никогда, что однажды, не сдержав свои желания, ты приедешь, или я махну туда. А потом все как-то тихо завершилось, интернет, наверное, в дождик отсырел. Только мне еще довольно долго снилось, что на поезд в первый раз я не успел. Так прошло два года, словно две минуты, и я часто чуть не плакал до зари, и все время не хватало почему-то твоих писем, полных ласки и любви. Я старался внешне не подать и вида, но в душе не знал, что делать мне теперь. И однажды ты пришла, забыв обиды, наяву пришла и позвонила в дверь. Берегите природу. Ну, когда вы можете увидеть. У меня в основном пейзажные фотографии. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо. И так в России повелось, что мужики очень любят отдыхать у реки. Взять подружек, песни петь да плясать, шашлыковского пожарить, погулять. И компания шумит до утра, а на память только мусора гора. Нет бы взять да и с собой все забрать. Нет, не любим мы природу нашу мать. Едет черный, шефистотый по прямой, пассажир культурный с виду такой. Пачку из-под сигарет просто так, прямо на улицу бросает чудака. А другой машину моет у пруда, и вся грязь течет, конечно, туда. Удивленные сидят рыбаки, почему же не клюют поплавки? Вековые вырубаем леса, пропадают заяц, волк и леса. Братья меньшие давно не видны, в красную книгу почти все занесены. В Антарктиде словно сахар тает лед, лет пятнадцать Европа поплывет. Только русским все проблемы до болды. Ох, дождемся мы вселенской беды. Нам природа отвечает уже, мы на грани, мы уже на ниже. Всюду смерчи, ураганы кругом, наводнения затопили наш дом. То жара, какой не знали никогда, то свет лето, все побьют холода, то земля повсюду горит. А тут из космоса летит метеорит. И хочу я, россияне, вам сказать, берегите ж вы природу, вашу мать, а не то она возьмет в нас за кады, и человечеству наступит киркбик. Ну и что тогда? Маленько о природе. Неторопливыми шагами, знакомой тропкой с детских лет, я в лес иду не за грибами, и не по ягодам, о нет. Здесь я родился, все здесь знаю, а вот село мое наш дом. Гляжу вокруг, и как альбом, в душе листа я вспоминали, цветущий луг, реку, болото, друзей и школу, и... А вот темно, сидим кружком, и кто-то о ведьмах жуткие сказки делает. И вновь я здесь опять с друзьями, вот в лес хожу, он тоже друг. Не помню как, но между нами с ним завязалась дружба вдруг. Я полюбил его березки, но птиков воины в стране. Вот и хреница у дорожки, в ней ключевой воды попью. И, утонув в траве душистой, хреницы жажду утолив. Я уявляюсь пением птичей, слегка дыхание затаюсь. Гор сосновый на холме, а в бару и пушка. Звезды в небе яркие, как салют из пушки. Снег искрится серебром, под сиянием луны. Ночь такая тихая, хотя день был шумный. Улеглась метель не вдруг, трое суток вылаз. И тайга, и гор, и луг, все вокруг остыло. С вечера открыт мороз, и трещит лощинка. А в изгушке на плите пальца грудинка. На столе только крепкий луг, яркая палитра. Дополняет на термор, водочки пол-литра. Будет ужас, разговор, задушевные трубы. Рядом друг, и не страшны, ни ворот, ни вьюга. Первый поцелуй. Я рос активно, как бамбуковая сель, и хулиганил я, и вот таким вот стал. Я был романтиком, как многие в то время, любимых подворил, на пьедестал. Я помню точно, это было воскресенье. Был старт каникул, и июньский яркий свет. Тогда 16 лет мне было от рождения. Ну, а теперь всего 15 лет. Мы шли с тобою вдоль реки на радость лесу. Счастливыми глазами вдаль глядя. Я по асфальту, а ты по параде. И заложенствия придерживал тебя. Мы щепетали, как пернатые на воле, о том, чем заполняли юность и госу. До гимнастики своей, я по футболе. А там и думали об этом самом. Вдруг ты пожатнулась, заскользнулась в парапетах, и я как мяч тебе в объятия поймал. И улыбнулась нам с тобой в лукавое лето, когда впервые я тебя поцеловал. а потом не знаю, в парапетах тыgos, но я думаю, что люди какие-то таланты поэта. А вы должны вспомнить, сейчас поет. Ну, у Словакой Тепенек больше, как минимум, занимается уже всю жизнь. В конкурении, когда надо будет больше, в Нарде, в этой музыке, у нас еще и работа, здесь мастер-класса, как и поэм, и нам сейчас есть. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. ПЕСНЯ 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 Песни мои разные, поэтому хочу теперь эту песню называться «Кавы Мир Наноли». Песня «Кавы Мир Наноли» 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 А сон, а ты все не с преграды, Златовозную ночь загружит вас бастом. Любимая, пусть колыбельная моя Забудит их, как на меня с тобою нет. Любимая, не обижайся на меня, Что не всегда встречай мой веселый рассвет. Любимая, пусть колыбельная моя Забудит их, как на меня с тобою нет. Любимая, пусть колыбельная моя Забудит их, как на меня с тобою нет. Любимая, пусть колыбельная моя Забудит их, как на меня с тобою нет. Любимая, пусть колыбельная моя Забудит их, как на меня с тобою нет. Любимая, пусть колыбельная моя Забудит их, как на меня с тобою нет. Любимая, пусть колыбельная моя Забудит их, как на меня с тобою нет. Любимая, пусть колыбельная моя Забудит их, как на меня с тобою нет. Он поёт, поёт, соломушка, Да всё разрычь её надеется. Ой, да, да как усердствует соломушка, Да всё разрычь её надеется. Ой, думаю покрытия, Да всё разрычь её надеется. Ой, да, долбила дорожка, Таня, я Ранно полить на ответ. Посчитай, Заня, пушечка, Проводил дорогу борься. Ой, да, разгуляйся, ой, не пса, Таня, сам, как грязь не сломится. Ой, да, разгуляйся, ой, не пса, Таня, сам, как грязь не сломится. Ой, за реченькой, да за рекой. Здравия! Ну и что, грязь? Заповедь. Мальчонка в старенькой тельняге, В заплатах ворот, рукава, На желтой выцветшей бумаге Читал отцовские слова. Да более близкие, родные, Он на всю жизнь запомнил их. Крепи, сынок, ведь ты отныне Остался в доме за двоих. Будь сильным, смелым и без лени, Все делай с честью, слушай, мать. Врага прогоним без сомнений, И выходи меня встречать. Мы победили непременно, Да вот не все пришли с войны. Отец погиб в бою смертельном, Он пал за честь родной страны. Учебный бой затих во враге, Солдаты сделали привалы. Сержант на памятной бумаге Слова ответно написал. Отец мой, спи, я не забуду, Ни дел, ни помыслов твоих. Оступит враг, я так же буду С врагом сражаться за двоих. С комарохи и жуты, Трубачи и гусляры Разложили в чистом поле Явство, вина и ковры. Пир горою шел три дня, Замужем любовь моя. Веселились и плясали, Только там гулял не я. По долинам и полям Шел богатый караван, Вез он сладости и злата, Дань султанам и богам. Под небесные края Толстопузы и князья Привозили, подносили, Только там живу не я. Говорили мудрецы И поэты, и чтецы, Седобласые красавцы И безусые юнцы, Пели голосом девя Радость пением даря, И поэмы вслух читали, Только все не про меня. Пролетевшие года Скоростные поезда Людям часа богатея, Тратя время и себя, И в обычной суете, Каждодневной беготне, Жизнь бессмысленно листая, Только это не по мне. В любой блиночке, ромашке, В голубоглазых васильках, В расшитой золотом рубашке, Да с соловьями в уголках, Я узнаю любовь свою, Россию, Родину мою. В Ольховой роще и в Дубраве, В своем из детства сверстнике, В жемчульных россыпях в Атаве И в христианском крестике Я узнаю любовь свою, Россию, Родину мою. По песням больным да раздольным, По пляскам разухавистым, По светлым звонам колокольным, По людям добрым и простым. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Где кадр это сделает? А? Где этот кадр это сделает? Это в деревне в Поксотоборском районе. А, тут что деревенская. Рейхстаг. В Берлине я, который год, Работал в разных я местах, И вот теперь у нас в Эрбрах, Мы реставрируем Рейхстаг. Мой дед в запамятном году Палил из пушки по нему, И сплюнул много раз подряд, Вгонял очередной снаряд. На дыры черные смотрю, Знакомый почерк узнаю, И исправляю тут и там рубцы Годами смытый храм. И слышу тихий голосок, Ты что же делаешь, внучок? За этот лестничный пролет Отдал полузвода мой дружок. Все будет точно, в аккурат, Строитель все же не солдат. Мой шеф Остарик приказал, Что дед дружками написал. Но получилось высший класс, Стена не разделяет нас, А память пламенем горит, К Рейхстагу очередь стоит. Красавец купол из стекла, Спираль по кругу наверха, Он для Рейхстага как венец, Сказал с восторгом мой отец. Другие люди здесь сидят, Войны в Берлине не хотят. А дед за памятном году Палил из пушки. Палил. Хожу под окнами, шаги считая, Как отставной майор, что не удел. Ты стала для меня совсем чужая, Что думал я, куда смотрел. Но о меня все совесть мучает, Что ты ждала, не дождалась меня. Все это, может, назовет счастливым случаем, Лишь тот, кто в этот миг облел тебя. За занавесками, за занавесками, Часы не бьют, часы стоят. И люстра в хрустале не зазвенит подвесками, И на меня ты больше не поднимешь взгляд. Дождливым вечером не будет встречи, И только тень твоя незримо за спиной. И точно знаю, и один за все отвечу, Что никогда не будешь ты уже со мной. Чужая улица, чужая улица, И кружит осень листопадом за углом. А ничего у нас с тобой уже не сбудется, С другим войдешь в знакомый старый серый дом. Телефонный звонок, Здравствуй, нужно встретиться. Хорошо, что ты есть, И что планета вертится. Там, где первый причал, Где с изгибом лестница, Буду ждать и скучать, Милая худесница. Каблучками стучат Твои туфли-лодочки, Не бежишь, а летишь, И глаза, как звездочки. Катерок на реке, Дым крыло у ворона, Нас с тобой отвезет На другую сторону. Вот и пристань уже, Берег улыбается, Стать бочком вдоль нее Катерок старается. Ты забыла опять Твой пакет с купальником? И скупнемся тогда, Вот за тем пустарником. Мы с природой слились, И слились друг дружкой. Хорошо мне в лесу, С дорогой подружкой. Ты лежишь на спине, На щеке пылиночка, Изумрудный ковер, Классная картиночка. Спешу всем людям пожелать Любви, удачи и добра. Мы все, по сути, с вами братья. Пусть будет жизнь для всех щедра, Чтоб стороной прошло династия, Чтоб зло не встретилось в пути, Чтоб вас не покидало счастье, Цветы могли в саду свести, Чтоб дети ваши в радость были, Чтоб не болели никогда, Чтоб старости вас не забыли, Чтоб навещали вас всегда. Беда сторонкой пусть обходит, Как солнышко сияет смех. С добром достаток в дом заходит, Во всем сопутствует успех. Показать. Ой, я напою, как я свою, Ой, да ты дурь, 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 ну-ка, Будь далёк не боится, Прыжи до него, А ты знаешь, где чудеса меня, Долюшка, Будь далёк не боится, Прыжи до него, А ты знаешь, где чудеса меня, Долюшка, Ой, по ней гуляй, Да ты дурь, 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 По зелёных травм, По негоджим холи, О, разлыги не ты, Я не бейся крылом, Кто так знает, что да впереди. О, разлыги не ты, Я не бейся крылом, Кто так знает, что да впереди. Солнце красное над горою устает, Над рекой туман раздевается, Кричит мне его грымцу, Велую ждёт, А она спится, Не прощается, Кричит мне его грымцу, Велую ждёт, А она спится, Не прощается, Мой баян скажи, Да скажи, Каме судьбу, Не бабушка, Не бабушка, Только я скачу На песниках стараду, И дай поклону моей матушке. Только я скачу На песниках стараду, И дай поклону моей матушке. Уже более более, Более тихо и не горех, К дайаканов склесть, Вот, где воля Ворвенность гарниута, Угулялася! Вเปи кручить, Д terminals как fragiedzмце, Да берегон, Как грошка Маран либанская, Восьмиле вручь И hazards как frag predictive. А берегон, Как грошка Програмась я. Были, Готопрыٰ Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok